приветствую всех дамы и господа рыбаки не очень сегодня будем ловить селедку не переключайтесь спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Селедка, как известно, рыба морская Но мы ее ловим в озере Почему? А потому что это озеро соединяется протокой с морем И вот поздней осенью она массово заходит на зимовку в озеро Мы ее ловим А весной, когда лед сходит, она обратно скатывается в море на нагул Селедка Самая настоящая селедка Средненького размера Так, по-моему, там кто-то еще сидит Давайте посмотрим Да Определенно здесь еще сидит рыбка Ой И даже третья И так бывает Опа 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть селедочка. Кажется, крупненькая. Может быть и нет. Вот. Вот это вот селедка. Это... Уже вполне засолочный размер. Вот такая вот селедка. Отлично. Селедку мы ловим на обычные самодуры. С навязанными мушками. А мушки, ну тут кто на что гораст. Только вот мы не используем слово самодур. У нас это называется гирлянда. Или ласково гиря. А так, по сути, самодур, он и есть самодур. Может быть за одним небольшим нюансом, мы помимо непосредственно мушек используем... О, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Смотрите, что случилось. И запуталось. И вон, вон что получилось. И так бывает. Селедка рыбостая, жадная. Вот что она мне тут натворила. Сейчас будем распутывать и ловить дальше. Вон, вон, вон. К сожалению, это не редкость. И именно эту гирю зимой на морозе я не смогу распутать. Мне придется цеплять другую. Это абсолютно нормально и необходимо иметь с собой несколько гирь. Все это будет распутываться теперь дома. Поменял гирлянду и снова в бой. Так вот о нюансах. Насколько я знаю, селедку ловят не только у нас. Но у нас она не ловится, либо ловится очень плохо. Вот без таких вот штучек. Мы называем это флешер. Вот такая гибкая блестяшка. Кто-то покупает готовое, кто-то сам изготавливает. Вы у себя можете попробовать. Повторюсь, у нас без этого селедка, ну, очень плохо ловится. А вот с этим селедка рыбостаяная. И, видимо, когда она в воде блестит, это привлекает селедку. Снова сидит. Тут главное побыстрее вытащить. Потому что селедка рыбобойкая. И она снова может мне запутать гирлянду. О, ну, это размер маленький. Ее можно отпустить, конечно. Но я буду использовать ее как наживку. На краба, на креветку, на другую рыбу. Не пропустите. Согласитесь, это немного необычно. Ловить селедку на озере. Да еще и рядом с берегом. Ну, что есть, то есть. Под нами, кстати, сейчас глубина, я думаю, метров 12. Я постоянно-постоянно слышу, чувствую, как она бьет по крючку. Либо ее внизу настолько много, что она бьет по леске. Крутится вокруг самодура. Мешает друг другу. Бьет по крючку, бьет по леске. Вот. Есть. 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 Грузила еще не успела долететь до дна. И уже в полете схватила. Это говорит о том, что сегодня она очень активная. Клюет очень хорошо. Сразу две. Так. И кажется, она мне снова запутала. Нет. Удалось распутать. А так бы пришлось снова менять гирлянду. Сегодня у селедки. И все. Сегодня у селедки определенно хорошее настроение. Опять. Опять. Вернее, снова. Опять. Вернее, снова. Ай. 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 Три. Четыре. Четыре рыбки из шести крючков. Вполне себе неплохой клев. Когда у селедки хорошее настроение, ее можно поймать много. Вот реально, сколько хочешь. Хочешь сто штук, двести, триста, ведро или два, без проблем. Ну, у меня потребности, конечно, не такие. Мне столько не нужно. Я думаю, еще немножко половлю. Сделаю пару кадров. И буду собираться. Вам спасибо за просмотр. С меня новые видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Сорвалась. Сидит. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...